Я сейчас вам расскажу, как делается натуральный макияж. Почему именно натуральный? Потому что в преддверии летнего сезона, я думаю, это будет очень актуально. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы будем подчеркивать натуральную красоту, естественную красоту. Все должно быть естественно. Контенсивность вначале больше? Интенсивность на самом деле, самое интенсивное место у нас должно быть это излом. Чтобы бровь у нас не казалась плоской, мы самое интенсивное место прокрашиваем излом. Брови. А сколько всего оттенков нужно для такого макияжа? В принципе, вы можете обойтись и двумя оттенками, но сейчас я буду использовать три. Это основной цвет, светлый вы можете, песочный, немножко он может отдавать в розовый. То есть это абсолютно какой вы захотите. Потом чуть более темнее оттенок прорисовать складку. И самый темный, это будет уже уголок и у ресничного края цвет. В принципе, три цвета вам вполне будет достаточно. Тоже растушевываем. Все должно быть мягко. У нас не должно быть жестких линий. Все должно быть хорошо растушевано. Сейчас будем прокрашивать ресницы. А какой цвет можно использовать? Вы знаете, цвет можно как обычный черный. Просто взгляд будет более яркий. Также в дневном макияже вы можете спокойно использовать коричневые тона. Взгляд будет мягче. Тоже очень красиво смотрится для дневного макияжа. Очень хорошо подойдет. Еще немножко мы делаем на лбу в височной части. Чтобы наши румяна одним пятном не смотрелись на лице, мы добавляем их немножко в височные части. Машь макияж готов? 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 Продолжение следует...